Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворк. С вами я, Юрий Геменфар. И сегодня у нас в гостях экс-сотрудник КГБ, экс-разведчик-нелегал, автор бестселлера про Владимира Путина Сергей Жирнов. Добрый день, Сережа. Привет, Юра. Привет всем нашим зрителям. Тут, как известно, прошло в ООН голосование с осуждением России. Голосовала Генеральная Ассамблея ООН, где осуждалась аннексия украинских территорий. По результатам этого голосования, это вообще шедевр. Россию поддержала только Никарагуа, Белоруссия, Северная Корея и Сирия. И все остальное... Ну, разумеется, Россия проголосовала против нее. А все остальные стороны, причем обращает на себя внимание, даже афганские талибы, побрезговали голосово поддержать Россию, то есть талибы тоже считают Россию государством террористов, и проголосовала против нее. То есть, иными словами, Россию поддержало только четыре ублюдка. Это Александр Лукашенко, Баша Расов, Кирчан Ин и правящий уже 40 лет Никарагуа, да не престарелый Даниэль Артега. Страшно подумать, сколько ему лет. Сереж, но в этой связи вопрос. А практически что это дает? Что Россия оказалась в изоляции? Это дает очень важный результат, потому что мы все ждали этого голосования. Потому что, напомню вам, первая попытка голосования была 30 сентября, то есть, когда Путин объявил об этих референдумах. В тот же вечер в Нью-Йорке произошло голосование в Совете Безопасности, в котором 15 членов, 5 постоянных членов, 10 сменяющихся. Значит, 10 голосов было подано против за то, чтобы осудить Российскую Федерацию. Китай воздержался, а Россия воспользовалась своим правом вето. То есть, в Совете Безопасности тоже там четыре страны воздержались, а Россия воспользовалась правом вето. И таким образом она заблокировала резолюцию, которая ее обсуждала. И единственной возможностью ее осудить было вынесение этого вопроса на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Все было сделано точно так же, как в феврале после начала войны России. И для нас, для всех было интересно посмотреть, потому что вот у нас уже было два значимого голосования. Первое было голосование в феврале. Оно даже до начала войны было. Оно было сразу после того, как Путин объявил о признании независимыми ЛНР и ДНР. Вот. И там был примерно такой же расклад. То есть тоже примерно 141 страна проголосовала против. Там 30 воздержалось. И там сколько-то 5 или 4 или 5 тоже проголосовали за, включая Россию. Вот. И... А потом было голосование об исключении России из... Или о приостановлении, приостановлении членства России в Совете по правам человека, Организации Объединенных Наций. И там как раз расклад был уже совсем иной. То есть там всего лишь 90 стран проголосовало за то, чтобы исключить Россию, чтобы приостановить ее членство. И довольно много африканских стран, довольно много африканских стран проголосовало, по-моему, даже против. То есть они даже вот откровенно высказались. Не просто воздержались, а проголосовали против. И у нас был вопрос вот в отношении этого, как кто себя поведет, кто как проголосует. Ну, естественно, смотрели на Китай, на Индию. Вот. Но, в общем, здесь, откровенно говоря, это для меня лично приятная неожиданность, что всего 5 стран, включая саму Россию, проголосовали против этой резолюции. И, как ты правильно сказал, что, в общем, Путин остался в очень сомнительном окружении, очень сомнительных четырех людей. А, в общем, все остальные не захотели даже пачкаться в этом деле. То есть, если даже у кого-то там и что-то... Потому что есть африканские страны, которые поддерживают Путина. Но они как поддерживают? Они ведь поддерживают, надеясь на то, что Россия с барского плеча им там простит долги какие-нибудь, там бабки заплатит, да, кредиты даст, еще что-нибудь построит что-нибудь бесплатно и так далее. То есть, в этом смысле, конечно, они рассчитывают на это. Вот. И подчас это удается. Но вот даже они здесь не могли проголосовать, не проголосовать, не воздержаться. Остальные проголосовали за эту резолюцию. Потому что, в общем, откровенно говоря, это здесь вопрос просто международного права. Потому что международное право, хоть и там организация объединенных наций, она и признает там право нации на самоопределение, право народов на самоопределение, есть конвенция международная по этому поводу. Но, в принципе, положение очень стандартное такое, что если какая-то народность какая-то находится уже в состоявшемся государстве, то, в общем, за отделение ее мало кто выступает. То есть, все государства, они стараются сохранить свой суверенитет и свои границы. И любые поползновения людей, которые хотят отделиться, как-то, например, там Каталония, например, в Испании, там страна Басков в Испании. Да, во Франции тоже, кстати, есть такие поползновения, там, я не знаю, Британь, как Корсика. Корсика, да, Корсика, это классический, классический пример, конечно. Приезжайте на Корсику и назовите Корсиканца французом. Я посмотрю, как вам отобьют в ФГЖ. Да, да, ну тогда надо просто приезжать на железных колесах, потому что если у вас там, вы на автомобиле будут вам первым делом, значит, как это называется? Порежут шины. Порежут шины, да. Все четыре шины или там шесть шин, если у вас будет шести колесный автомобиль. Вот. Но, кстати, не только Корсиканцы. Есть еще там Эльза Солоторинги, есть Савоя, есть Британцы, есть Баски, кстати, французские. То есть, у нас довольно много народу тоже там. И каталонцы, кстати, есть французские с другой стороны. Вот. Так что у нас тоже это все, так сказать, вяло текущие моменты. Вот. Ну, серьезно их никто не рассматривает. В общем, у всех стран на самом деле подход примерно одинаковый. Кстати, в этом смысле я не очень понимаю официальную позицию Китая. И самое главное, я не понимаю, кстати, недоработку МИДа Украины. Потому что МИД Украины может совершенно должен был бы работать с Китаем, говоря к Китаю, что вот мы же в Донбассе боремся абсолютно за то, что вы боретесь против там уйгуров, например, Синьцзянь уйгурский автономный округ, который хочет отделиться от Китая. Китай, естественно, не хочет ему дать никакой самостоятельности. Там Тибет, Тайвань. Это же все, в принципе, то есть Китай, в принципе, должен был поддержать в этой войне не Россию, а Украину. Это по всей логике того, что Китай сам у себя на своей территории делает. Он должен был подтвердить. И, кстати, формально, когда выступал министр иностранных дел Китая на Генеральной Ассамблее в сентябре, он примерно это озвучил. То есть он в любом случае сказал, что Китай не признает никаких изменений, то есть он выступает за нерушимость границ и за нерушимость суверенитета, имея в виду, что он считает своим Тайвань, и что таким образом всякие разговоры о том, чтобы Тайвань там отделился, для него являются неприемлемыми. То же самое Индия. И Индия. У всех стран есть свои проблемы с какими-то малыми народностями, у всех стран есть проблемы с соседями, когда есть спорные территории. И все, в общем, выступают за то, чтобы ни в коем случае этот муравейник не копошить. В мире 200 спорных территорий. Кому это надо? Путин, мы с тобой сто раз говорили, он разворошил «Ящик Пандоры», «Муравейник». Кстати, наша передача с тобой на ура абсолютно посмотрел народ, и очень она популярна, и на твоем канале, и на моем. В общем, она набрала довольно высокие просмотры. Наша вообще с тобой передача хорошо смотрится. Вот у меня на канале очень хорошо смотрится. И по этому поводу, конечно, это голосование очень важно. И тут просто принцип был подтвержден везде. И таким образом мы видели, в каком меньшинстве оказался Путин. Но еще главное другое, что это голосование было 12 сентября, а накануне 11 сентября... Я уже поправлю. Октября. А, октября, конечно, конечно. Прошу прощения. Да, 12 октября. А накануне 11 октября была встреча по, так сказать, по просьбе Украины на удаленном доступе руководителей стран Большой Семерки, и они приняли абсолютно революционную резолюцию. Вот, ребят, не поленитесь, сходите на сайт Белого дома, где опубликовано это дело. Ну, и, кстати, там других президентов и премьер-министров, которые участвовали в этой встрече, ничего более радикального за последние 8 месяцев вообще не было. То есть все, все названо своими именами. Путин назван фактически военным преступником. И не просто назван военным преступником, но там в первом пароверке сказано, что, в общем, все то, что он делал за последние два дня, является военным преступлением. И Россия, Путин, президенту Путину и людям, которые с ним совместно этим делом занимались, придется ответить, дать за это ответ. То есть не то, чтобы, возможно, когда-нибудь там, как вот обычно документы дипломатические составляются. Нет. Здесь написано в, так сказать, в, я уж не помню, как это, в залог какой-то там в русском языке, вот когда точно мы знаем, что это так и так и будет так. Активный залог. Это есть пассивный залог, есть активный залог. Ну и в утвердительной форме, то есть здесь нет никакого сомнения, то есть Путину придется ответить. Придется ответить. То есть все. То есть уже заактирован факт того, что это военное преступление. И теперь ему уже проявляется фактически заочно обвинение, за которое ему придется ответить. Вот. И дальше там 11 пунктов. Все из них тоже вот непризнание референдумов и так далее. То есть вообще это, на этой идее произошло очень важные вещи. И эти вещи произошли под воздействием бомбардировок гражданских объектов массированных, которые Российская Федерация провела якобы в ответ на террористический акт на Крымском мосту, который она сама же и организовала акт в субботу 8-го. И значит бомбардировки были в понедельник 10-го и в октябрь 11-го. Да они уже четвертый день подряд идут. Понятно. Причем тут я вот в подтверждении твоих слов, Сереж, хочу сказать, что я бы тоже на это обратил внимание. Обычно дипломатические документы пишут так. В будущем рассмотреть вопрос или выражаем озабоченность и даже глубокую озабоченность, когда вот так пишутся международные документы, поправь меня Сережа, если я не прав. Это уже все. Финитали о комедии. Да. 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 То есть вот этот документ, он доказывает, что больше разговоров нет уже. Больше нет никаких сомнений, потому что уже... Причем это ведь... Они этого не написали после Бучи. Они этого не написали после Ерпеня. Они этого не написали после Мариуполя. То есть там... Вот там все было озабоченность. Да. Там вот все мы будем озабоченность, мы будем расследовать, мы будем рассматривать. Все бы вот было в будущем, в сослагательном наклонении и в будущем, в будущем видеть. Здесь весь этот документ написан в настоящем времени или если в будущем, то в утвердительной форме. То есть, в общем, Путин, строго говоря, всех задолбал. Тогда вопрос. Вот сейчас, в данный момент Путин выступает в Астане на совещании. Чем там несет? Он несет там что-то про то, что центр мира перемещается в Азию, мир перестал быть однополярным. Он несет какую-то пургу. В принципе, если бы он это заявлял перед российским плебсом, у меня бы не было вопроса. Российский плебс для того и предназначен, чтобы выслушивать вот подобное. Но он это несет на самом высоком уровне. А у меня главгосударств есть время для того, чтобы выслушивать подобного рода галиматию? Ты знаешь, есть. У них есть время для того, чтобы выслушивать галиматию. Потому что в этом смысле, ты знаешь, откровенно говоря, я считаю, что если бы не было войны в Украине, то это были бы самые интересные вещи, о которых вообще стоило говорить. То есть, это вот за последние две недели это Самарсканский саммит, это визит Синцепини в Казахстан. Теперь государственный визит, кстати, накануне вчера был Эрдогана в Казахстан. И теперь в Астане сегодня три саммита, ну таких полуигрушечных организаций. Но факт вот заключается в том, что я с тобой согласен, что Путин остался в прошлом. И он еще не понял, что он остался в прошлом. То есть, он еще продолжает выступать вот с этими речами, с которыми он мог выступать 20-30 лет тому назад. Вот 20-30 лет тому назад, когда только развалился Советский Союз, и когда от него еще люди зависели, он мог выступать со всеми этими речами. И он был загадкой. Его был слушатель, интересно. Ну, во-первых, он был загадкой. Во-вторых, от Советского Союза все-таки они все зависели тогда еще. Теперь резко поменялась обстановка. Теперь в этом регионе первые скрипки играет Китай и Турция. И им подыгрывает очень сильно Казахстан, а также Киргизстан, а также Узбекистан. И потихонечку они туда... Вот она довольно странная организация, вот это вот по мерам безопасности, да? Потому что там и вдруг какая-то там Палестина возникла, там какая-то Белоруссия. Что и Белоруссия делает в Азии, извините меня? Так сказать, азиатская... Тем более, что президент Казахстана сказал, что он хочет из этой организации сделать реальную международную организацию. А тогда что там делает белорусский президент, который вообще там за 4000 километров находится от ближайшей азиатской страны. Вот и в Европе. И в общем, и я так думаю, что на самом деле они играют... Такаев играет в очень хитрую игру. Обратим внимание, он же съездил, был в заседании тоже такой неформальный глав государства СНГ на день рождения Путина 7 октября в Москве. И Такаев там говорил, что вот Владимир Владимирович, он там Россия делает большую работу, там про русский язык, чего-то он такое говорил. Потому что не будем забывать, что у Казахстана сколько там? 3000 километров совместной границы с Российской Федерацией. И у него 3 миллиона русских на 17 миллионов населения в Казахстане. Он об этом помнит. Что конечно 13 сентября Си Цзиньпинь ему в первый раз уже в формальном виде сказал, что Китай обеспечивает безопасность Казахстана. Потом он об этом сказал Путину в Самарканде. Но Китай все-таки Китай, а Путин это все-таки Путин. Поэтому Такаев, он такой хитрый мужик. Я вообще от него просто балдею. Потому что вот вспомни, как он избавился от Назарбаева. Это же классика просто. Это просто классика. Он воспользовался какими-то там в январе, говорили об этом, воспользовался волнениями, вызвал войска ОДКБ, избавился от Назарбаева и немедленно выпирать войска ОДКБ, когда его вопрос был решен. И все. И стал единым, единовременным владелем правителем. Сейчас, кстати, у него выборы будут 20 ноября, на которых, скорее всего, он победит. Потому что, в общем, он, так сказать, доказал, что он является вполне себе нормальным правителем. Он, кстати, очень сильно пытается менять конституцию. Он убрал... Нурсалтан из названия солицы города вернул Астану, чтобы не было этого культа личности. Он убрал упоминание про это... Как он там... Елбасы. Про Елбасы. Елбасы, да. Я помню что-то матерное. Елбасы, значит, колбасы. Убрал из конституции. То есть, в принципе, он очень хитро разрулил. То есть, вообще, он за этот год Такаев сделал очень многие вещи. Гадости наговорил в лицо Путину. Я не знаю, смотрел ли ты за развитием события. Но в Казахстане была, кстати, разборка на уровне министров иностранных дел до этого дела, на прошлой неделе. Потому что у них там украинский посол говорил не очень хорошие вещи. Он там призывал, по-моему, там чуть не убивать русских. Что-то в этом роде, да. Ну и ему там немножко фи сказали, типа, что ты погорячился немножко как дипломат. Такие вещи вообще не надо публично говорить. Вот. И он уехал временно в Киев. А потом вернулся. Ну как бы он должен был вернуться, чтобы взять свои вещи и уехать, чтобы ему потом на смену пришел, приехал другой посол. А на самом деле никто и к нему на смену не приехал. Он продолжал там сидеть в Астане, встречаться с своими коллегами, встречаться на уровне министров иностранных дел Казахстана. И Захарова разразилась по этому поводу истерикой. И сказал, что вот нас обманули. И вообще, что здесь делает этот человек? Его надо выпилить из Казахстана и так далее. Да, 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 да. А потом, потом, тут же стали появляться ролики, когда молодые люди, казахи, очень вежливые, очень вежливые. Они подходят к русским несостоявшимся чмобикам, здороваются и говорят, спрашивают, чей Крым? А за неправильный ответ идет воздействие на табло. Мы скажем очень полискорректно. Очень полискорректно. И эти ролики выкладываются. Весь интернет аплодирует Алга Казахстана. Нормально. Воспитательно, обучательный процесс пошел, говорил Михаил Савельевич. Процесс пошел. Да, и, кстати, точно такой же процесс пошел на уровне Министерства иностранных дел. То есть посла России вызвали в Министерство иностранных дел Казахстана, и ему точно, опять же, точно так же вежливо сказали, что вообще-то, вот ваша эта дура, которая там что-то там вякает публично, вы ее попридержите, потому что такие заявления мы терпеть не будем. Они очень вежливо это сказали. Но ты представь себе, 20 лет назад, чтобы посла Российской Федерации вызвали в МИД Казахстана, чтобы его отчитать по поводу заявления официального представителя Министерства иностранных дел России. И плюс Казахстан принял у себя 100 тысяч беглецов от мобилизации. 100 тысяч беглецов. Больше. Уже больше. Это у тебя остальные сведения, Сережа. Больше. Хорошо, хорошо. Не менее 100, а может быть там и больше. Назови цифру, сколько там они приняли. Там уже где-то по 200. Дело в том, что Казахстан имеет одну особенность. Казахстан пускает себе россиян по внутрироссийскому паспорту. В отличие от даже той же Монголии, куда все-таки нужен загранпаспорт, и Грузии. А в Финляндии погранпереходы, там вообще необходима шенгенская виза, туда переехала несколько десятков тысяч. Данные недельной давности, около 700 тысяч бегут от этой чмогилизации. И естественно, основную массу принял Казахстан. Так, Казахстан и Монголия, Грузия. В Грузию 1070-880 уехала. Армения. Вот четыре страны, которые принимают без виза. Я даже не знал, что по внутреннему паспорту. Причем у Казахстана на самом деле есть проблема с рабочими руками. И они, кстати, на ура принимают. И в Монголии на ура принимают. Потому что у них есть проблемы с кадрами. Потому что бегут те люди, у которых есть, а, немножко денег и, б, инициативы. То есть бегут не самые плохие люди. Вот самые плохие дурные, они идут в военкоматы. А вот те, у кого есть возможность подумать, у кого есть мозги, у кого есть деньги, у кого есть возможность куда-то там уехать, они все убегают. По этому поводу и Казахстан, и Монголия понимают, что они таким образом получают возможность получить высококвалифицированные рабочие кадры, которым можно платить не так много. Потому что они находятся в зависимости и в сложной ситуации. И в этом смысле грех не воспользоваться этим делом. И по этому поводу, вот видишь, Такаев, он хитрый. Да, с одной стороны, он там Путину вроде как говорит, да, Владимир Владимирович, вот там Россия, Азия. Ведь будет там завтра, по-моему, до встречи, саммит. Россия, Средняя Азия. У-у-у. Ну просто там... А вот тут одна тонкая деталь, Восток, дело тонкое. В Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане очень не любят название Средняя Азия. Они считают, мы Центральная Азия. И когда при них говорят, Средняя Азия – это наметно-имперское унижение. То есть можно себе представить, как Владимира Владимировича там будут принимать. Особенно, когда говорят, говорит не Казахстан, не Кыргызстан, а Киргизия. Они очень хорошо тоже объяснили, в кыргызском языке нет буквы «Ф». Но из уважения к россиянам они говорят «Российская Федерация». Они обычно заменяют это буквой «П». Замените букву «Ф» на букву «П», и что вы получите? Я не шучу. Господа Кыргызы, подтвердите мои слова. Кстати, та же самая буква, по-моему, в греческом языке тоже самое. Окей. Ну вот, значит, ну что, а в остальном, конечно, это, в общем, такая немножко говорильня, но говорильня очень важная, потому что Казахстан выступает очень серьезно на международной арене. У него, конечно, претензии на гораздо большую роль, которую до этого он играл, в связке с Турцией и с Китаем. И Россию еще зовут, но она уже не делает повестку. Она уже не главный человек, с которым там встречаются, потому что Россия нищая страна. Россия — это 2,5% мирового ВВП, а Китай — это худо-бедно 16-17. Вот. И по этому поводу там есть, кроме России, с кем поговорить и порешать вопросы. Ну, это, в общем-то, было предсказуемо, то есть лишний повод повозить Путина фейсом аптейбл и показать всему миру, что он нет никто и звать его никак. Сереж, спасибо огромное тебе за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения экс-сотрудник КГБ, экс-разведчика нелегала, автора бестселлера про Владимира Путина. Кстати, вот претензия твоему издателю, Сереж, почему до сих пор нет твоего бестселлера на русском языке? А по договору ты не имеешь права это сделать сам. Но я всегда напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд, обязательно подпишитесь на канал Сергея Жирнова, ссылка будет дана в заголовке. И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok